В гостях у вечернего шоу Драйв Тайм хореограф Роман Кмедлевской. Роман, привет! Сюда-сюда и близко к микрофону. Всем привет, здравствуйте. Да, всем привет, здравствуйте. Ты можешь даже надеть наушники, чтобы ты сам себя слышала и... Вот они здесь. Да. И тоже было в теме и в материале. Будем с тобой беседы, беседовать на разные темы. Темы танцевальные, потому что это твой конёк. Ну да. Да. Поэтому начнём сразу, в принципе. Скажи, пожалуйста, в нашей стране можно заработать только танцами? Можно. Ты зарабатываешь только танцами? Нет. Нет? А как тогда заработать только танцами? Ну, когда-то так работал. Давно. Но это нормально заработать или это прямо вообще-то заработать, чтобы вот на макарошках сидеть 30 дней? Нет, ну, я-то хорошо зарабатывал. А что же тогда? Ты переключился. Просто стало неинтересно? Ну, развития мало у нас в Эстонии. Возможности каких-то. В России, к примеру, танцы все программы знают. Да. И... Ну, это ладно. Есть тоже возможность туда поехать. В моё время её не было. Если была, я бы, наверное, там участвовал. Сейчас уже как бы другие интересы. Уже не поедешь в шоу? Уже нет. А следишь вообще за ходом шоу? Да, конечно. За Тео Эдуарда болеешь? Да. И прямо как тебе кажется, у него есть все шансы или всё печально? В следующем выпуске вылетит, да? Не знаю, не знаю. Не будем ничего такого говорить. А мне кажется, Роман просто знает всю подоплёку, которая там закулисная происходит. Ты знаком с ним? Конечно. Вот. Значит, он светлый человек. У Тео контракт. Он не может ничего сливать. Мы тоже будем его поддерживать в его контракте. Многих творческих людей муза посещает во сне. Тебе снятся хореографические постановки, танцы? Они ко мне приходят так, в живом мире, не во сне. А как они приходят? Это надо сесть задуматься? Или ты вот идёшь по улице, а они приходят? Или в работе они приходят? Когда уже... Ну, вот у всех по-разному. И меня особо отличало всегда в университете то, что они у меня рождаются на месте уже непосредственно в ходе работы. Я как-то очень легко представляю такую дальнейшую всему этому развитию, как это красиво и вкусно приготовить. Получается, тебе нужна такая стрессовая ситуация, что всё, сроки горят, нужно быстро что-то придумать, и тогда идеи приходят. Нет, строки горят, мне такое не нравится. Мне просто нравится приходить и чувствовать, так скажем, энергию, и уже исходить из ситуации, из возможностей танцоров или танцора, из возможных всяких реквизитов, из допустимых музыкальных произведений. В общем, весь вот эта вся совокупность, мне хорошо, когда она есть сразу же, и вот во время этого ко мне такая приходит вот эта творческая энергия и всё остальное. Многие хореографы, конечно же, наоборот работают, они просто что-то заготавливают, и потом хотят, чтобы танцоры просто это исполнили, что лично я считаю не очень хорошо, потому что, к примеру, ту же программу танца, я вижу, как там очень талантливые танцоры не могут раскрыть свой потенциал, просто потому что хореографы ставят им свою хореографию. Ставят под себя, а не под танцора. Да. И это называется шоу-бизнес. Продюсирование там и прочее. Ну а что же, там глупые люди, они не понимают, что надо ставить под танцора. Понимают. Вот третий сезон, я вижу, что они начинают всё больше и больше как-то выйти в индивидуальность. Они и раньше это старались делать, просто у всех свои подходы. Ну, индивидуальность они как-то когда делают соло, но индивидуальность танцоров и всё, и, так скажем, увидеть внутренние вот эти все потенциалы можно не только в соло-номерах. Просто здесь ещё такая проблема может быть, что хореографы очень часто на каких-то стилях основаны. А лично я владею, ну, наверное, ну, очень многими стилями, не могу сказать всеми, да, но очень-очень многими и очень разными стилями. Ты не ограничен. Да, и у меня вот как бы поэтому сразу видится такая более широкое видение возможностей, так скажем. Что можно с танцором вытворить интересного, да? Ну, здорово. У нас в гостях хореограф Роман Хмелевский. Мы очень скоро вернёмся. Вечернее шоу «Драйв тайм» продолжается. Драйв тайм. А у нас в гостях в вечернем шоу «Драйв тайм» хореограф Роман Хмелевской, и мы разговариваем про танцы. Много всего интересного уже выяснили. Ещё хотим спросить, вот говорят, что психологи так говорят, что человек танцует так, как он живёт. Ты с этим согласен? Думаю, да. Что-то в этом точно есть. Если у человека бардак вообще в голове и по жизни, то он, может быть, и танцует как-то, не пойми как. А если он такой вот весь аккуратист, то у него и есть вот какая-то вообще доля истины в этих утверждениях? Доля есть сто процентов. Ну, утверждать, что это оно так точно, не может быть, а доля, она явно есть. Так. Тебе как танцору в танце интереснее рассказывать о радостном или существует такое понятие, как танцевать боль, драматизм какой-нибудь? Ну, более позитивные, наверное, вещи нравятся больше. Потому что ты по жизни более позитивный человек, или как? Или наоборот, ты в жизни такой угрюмый, а хочется в танцах быть другим? Нет, всё связано. И в жизни стараюсь позитивным быть, и танцы такие же. В общем, ты весь на позитиве. Так, мы поняли. Скажи, когда ты приходишь в ночные клубы, там ты танцуешь? Это было давно, но, конечно же, я туда хожу для того, чтобы танцевать. Для чего ещё? Ну как, многие просто так постоять, там, с коктейльчиком в сторонке. Нет? Это не мой вариант. Поговорить. Ну да. Завязать знакомство. Себя показать. Нарядиться, в конце концов. Послушать артиста. Для этого другие заведения обычно, ну, чтобы там поговорить с друзьями. Когда танцору пора на пенсию? Всех по-разному. Ну, балетные танцоры рано уходят. А вот вообще танцоры сами по себе, они там, средний возраст, старший возраст, младший возраст. Ну, у нас как-то в коллективе, так скажем, бытует мнение, что бывшего танцора не бывает. То есть, если ты как бы танцор, то ты, значит, танцор на всю жизнь, до мозга костей, как говорится. А ты сейчас видишь, через 20 лет танцующих? Да, да. Через 30? Да. Вообще-то, кстати, забавно будет, да. Ну, вот у меня, еще когда я совсем только начинал танцевать, есть такая легенда брейкданса Шторм из Германии. Один очень известный танцор, хореограф. И вот он для меня давно был примером, но до сих пор остается, потому что ему почти 60. А он до сих пор крутится на голове, стоит на руках. То есть, делает такие вещи, которые люди как бы представить себе не могут. Ну, вот бывает, что люди настолько не хотят стареть, что они, ну, пытаются молодиться, и, ну, прямо какие-то делают вещи, которые, ну, уже не солидные по возрасту, и за них становится немножко неловко. Что вот они вот как-то не могут принять как данность тот факт, что они уже, в общем, не 20-летние. Такого в танцах, тебе кажется, не может случиться, да, что надо продолжать? Ну, я думаю, да, в танцах такого точно нету. Я не знаю, что за пример конкретно ты имел в виду. Ну, это даже по одежде бывает, по каким-то манерам, что, ну, люди, которым уже там хорошо за, они пытаются там как-то быть с такими... Бывают такие звезды, знаешь, которым, да, пора бы уже отойти от дел, но они в форме, кстати, танцуют, но иногда это странно выглядит. Насчет танцев не знаю, ну, вот, да, согласен, есть такие, кто одеваются, может быть, не совсем подобающе. С танцами не встречал такого, чтобы вы, вот... Потому что у нас есть такая известная еще сейчас стала группа брейкденсеры из 80-х. Это из Эстонии? Да, из Эстонии. Ну, это вообще на территории Советского Союза, те, кто начали заниматься в 80-х, они сейчас как-то все очень плотненько активизировались, так скажем, и выкладывают кучу разных видео своих, как они до сих пор танцуют, что они делают. Это интересно. Они, кстати, снимались в фильме «Выше радуги», он в Таллине снимался, и вот эти брейкденсеры там тоже участвовали. Практически все вот эти модные танцы там ставили они, когда-то в 85-м году. Не будем об этом. Расскажи, танцору вообще нужно заниматься спортом, или вот эти репетиции, это уже, по сути, тренировки, и можно про спорт забыть? Ну, кто как занимается. Танцы все разные, и спорт тоже разный, поэтому на некоторых танцевальных тренировках, таких как брейкденс, дополнительно спортом не надо заниматься. Выше крыши достаточно в брейке, а может быть какие-то другие танцы, народные танцы? Я бы не сказал, что ты станешь суперспортивным, если будешь танцевать только народные танцы. Ну, здесь все очень, очень, как бы... Все индивидуально. Индивидуально, да. Слушай, мы приготовили игру, хотим тебя попытаться немножечко, ну, не то чтобы протестировать, но тем не менее, вопрос у нас имеется для тебя, и тебе нужно послушать утверждение, которое мы озвучим, и сказать, это правда или это неправда. Пробуем? Ну, давайте. Ну, давай. Самая распространенная травма у танцоров балета – это переломы. Правда или нет? Правда или нет? Ну, я бы сказал, у акробатов больше таких травм. Ну, а про танцоров балета, если? Думаю, вряд ли самая распространенная. А нет, оказывается, самая распространенная. Ну, это статистика, так говоря. У танцоров лучше развитое периферийное зрение, чем у обычных людей. Правда или нет? Думаю, да. Да, это тоже так. Брейк возник в 70-х годах в горах Кавказа. Нет, нет. Правда, нет. Это в Бронксе дело было в Нью-Йорке. Танго переводится как танец под звук барабана. Ну, нет, по-моему. А если подумать? Окей, может быть. Это танец под звук барабана. Блеснешь в следующий раз где-нибудь, где танго будет танцевать. Ну и последнее утверждение. Первый танец Наташи Ростовой на балу. Это был тверк. Думаю, нет. Это был вальс. На самом деле это шуточный вопрос. Не надо так пугаться, да. Скажи, пожалуйста, какие-то напутственные слова людям, которые стоят на распутье и думают, идти им в танцы или не идти им в танцы. Вдохнови их, чтобы они пошли и затанцевали все. Вот я, например, думаю, идти мне в танцы или не идти. Потому что танцую я отвратительно. Лучше вообще не смотреть на это дело. Ну, тогда тебе я точно советую идти, потому что это даст тебе большую уверенность в себе. Ты откроешь очень много интересного на самом деле. А вот чем мне заниматься? Классикой? Народными танцами или брейк-данцом, может быть? Или как раз тверк. Тверк? Я, кстати, пробовал один танц. Не получилось столько ничего. Все пробовали. Не все признаются. Каким именно стилем, я не знаю. Нам лучше встретиться на тренировке. Я покажу разные стили, какие-то из них вещи. И тогда будет понятно, что действительно свойственно. А вот эти два притопа, три прихлопа. Ну, когда просто люди стоят вот так вот. Это как называется вот этот стиль танца? Никакой? Ну, есть зумба такой распространенный там. Потопать, похлопать. Ну, интересная штука, да. Я задумался. Все. Уже. Да. Нету никаких ограничений возрастных, как сказал Роман. Начинайте танцевать, даже если вам уже где-то там за что-то перевалило. Смелее отдайте себя этому стилю какому-нибудь, который вы выберете, и тогда все у вас обязательно получится. В гостях у вечернего шоу Драйв Тайм был Роман Хмелевской. Хореограф. Человек, который во всех стилях танца разбирается и всех готов научить. Так что мы с Валерой вот уже записываемся куда-нибудь, да, в какую-нибудь очередь. Спасибо, что пришел. Успехов тебе творческих и нетворческих. Спасибо вам. До встречи.